Чуть меньше недели назад мы рассказали историю о неслыханной щедрости одной из московских компаний. Ее сотрудники любезно и очень настойчиво приглашали читинцев на бесплатную презентацию массажного оборудования, во время которой все присутствовавшие становились счастливыми обладателями шикарных подарков. Для тех, кто еще не видел наш сюжет, на несколько минут вернемся к тем событиям. Происходило все в самом центре города, в двух арендованных ровно на одну неделю залах. Как мы убедились лично, вход оказался строго попригласительным. Что сейчас происходит за дверями конференциала? У нас закрытое мероприятие. Вот я хочу попасть к вам на презентацию сейчас. Ну вы хотите попасть на презентацию? А такое невозможно, так и у вас нет приглашения. Понимаете, мы клиентов приглашаем и присылаем им приглашение. То есть мы не приглашаем людей с улицы. Почему-то все думают, что мы приехали, допустим, в город Чита и пытаемся ходить по улицам и всех зазывать. Такого нет. Проходит работа. То есть она ни одного дня с людей созванивается. Получить приглашение можно только от представителей компании, которые после многочисленных звонков, убедившись в том, что ваш возраст старше 35 лет, обязательно вас пригласят на свою чудесную презентацию. Людям пенсионного возраста здесь особенно рады. Позвонили из Москвы несколько раз, пригласили на презентацию, очень настойчиво, очень много раз перезванивали, уточняли, приду я или не приду. Обязательно напоминали, что нужно взять с собой паспорт, привезти подругу. Люди приходили не просто на презентацию, они попадали в волшебную страну, наполненную чудесами. Безграничное количество дорогих подарков, которым так не привыкли пенсионеры. Но впереди главное волшебство. Беспроигрышная лотерея с прекрасным призом, за который нужно доплатить всего лишь 160 тысяч рублей. Большинство людей старшего поколения и за год не могут накопить такую кругленькую сумму. Но это совсем не преграда на пути к заветному призу. Выход есть. Нужен лишь ваш паспорт и подпись. А внимательные и заботливые сотрудники компании вам обязательно помогут соблюсти все формальности. Менеджеры работают, у них есть аккредитация, есть работники, у которых есть, которые аккредитованы и получены лицензии по работе банками. Ну, в банке получена лицензия. Именно фамилия, имя, отчество, именно персональный допуск для работы. У него свой код у сотрудника. То есть он аккредитован банком, прошел обучение в этом банке. А дальше, как в сказке про Золушку, чудо-покупка из массажного кресла превращается в вибромассажную накидку. А бесплатные подарки в огромный кредит с сумасшедшими процентами. Самые удачливые становятся обладателями открытой кредитной карты от неизвестного банка с баснословными процентами. Увидев эту историю, читинцы не остались в стороне. Просмотрев сюжет, многие оставили свои комментарии. Писали о том, что и их приглашали на эту презентацию, о том, что жаль пострадавших, о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Ну и, конечно же, о том, что схема стара как мир, меняется только оболочка. Обращаются люди с одной и той же историей. Прямо один в один позвонили, пригласили на бесплатное продвижение товара, бесплатное открытие магазина и так далее. Выбирают они людей, выборка у них предпенсионного и пенсионного возраста. То есть они точно знают, кому звонят. Вопрос в том уже, откуда у них эта база. Договоры купли-продажи заключаются на разные фирмы. Банки, предоставляющие кредиты, тоже разные. Однако не нужно быть юристом для того, чтобы невооруженным взглядом увидеть, что все документы составлены как под копирку. Банки разные, точно так же, как и ОООшки у них разные. Но в основном это небольшие, такие малоизвестные банки, представительств которых нет у нас в городе. Ну, например, вот сейчас люди, которые у меня есть на обслуживании, у них ренессанс-кредит. То есть представительства этого банка у нас нет в городе Чита. То есть куда-то прийти невозможно, только переписываться заказными письмами, либо по электронке. Ну, пожилые люди у нас в электронке, к сожалению, правила не пользуются. Если вы или ваши родные и знакомые стали невольными заложниками этого чудо-капкана, бегите в полицию с заявлением. На сегодняшний день в городе уже насчитываются десятки пострадавших. Некоторые из них уже обратились в правоохранительные органы. В настоящее время в полицию поступило порядка 10 заявлений от граждан, которые считают себя потерпевшими от действий группы лиц. По данным заявлениям проводится проверка, которая поручена сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями. Устанавливаются все обстоятельства. После этого будет принято процессуальное решение. На данный момент правоохранительными органами установлено, что группа лиц проводила презентацию массажного оборудования, и четинцы его действительно приобретали. По объяснениям, предоставленным одним из сотрудников компании, граждане приобретали товар добровольно. Психологическое воздействие на них никто не оказывал. Что же делать, чтобы уберечь себя и своих близких от подобных ситуаций? У меня убедительная просьба ко всем молодым людям и ко всей вашей аудитории провести беседы с вашими родственниками, стариками. Я стараюсь сама постоянно проводить бесплатные презентации, где-то разъяснять людям, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Читайте внимательно, что вы подписываете. Не стесняйтесь переспрашивать. Не верьте, по телефону ни с кем не разговаривайте, тем более на бесплатную презентацию, если приглашают. Дверь не открывать, даже если вам сулят бесплатно машину. Никому не сообщайте данные своих банковских карт о наболевшем. Возникает какой-то спорный вопрос, идем с паспортом в отделение банка, не ленимся, и там уже все решаем. И ни один сотрудник банка никогда не попросит персональную данную. Никогда. К сожалению, подобные ситуации повторяются из года в год и переезжают из города в город. Гастролеры устраивают бесплатные презентации, после которых граждане еще долго приходят в себя. Приветливые сотрудники компании исчезают, а кредиты остаются с доверчивыми покупателями. Расторгнут кредит на договор и объяснить банку, что вы не планировали занимать деньги, становится практически невозможным. По практике, что мы суду-то будем говорить, когда банк подаст в суд на то, что человек не платит этот кредит? Доводов-то никаких нет, и как по практике, эти кредиты потом все-таки приходится выплачивать. Но вероятность того, что вы свои деньги все-таки догоните, либо хотя бы докажете банку, что этот долг был вам навязан неправомерно, и банк вам закроет по какой-то чудесной причине кредитные договоры, спишет ваш долг, вероятность крайне низкая, к сожалению. Наталья Протаковская, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ